На конкурс дети читают стихи. Христов Николай, 14 лет, Повселок Белоярский, Свердловская область. Отрывок из поэмы Сергея Есенина «Черный человек». Друг мой, друг мой, Я очень и очень болен. Сам не знаю, откуда взялась эта боль. То ли ветер свистит над пустыней безлюдной, Только грощу в сентябрь осыпает мозги алкоголь. Голова моя машет ушами, Словно крыльями птица. Ей на шее и ноги маячить больше не вымочь. «Черный человек», «Черный», «Черный», «Черный человек на кровать ко мне садится». «Черный человек спать не дает мне всю ночь». «Черный человек» водит пальцем по мерзкой книге, И гнусами надо мной, как над усопшим монах, Читает мне жизнь какого-то прохвоста из-за булдыги, Нагоняя на душу тоску и страх. «Черный человек», «Черный», «Черный». Слушай, слушай, бормочет он мне. В книге много прекраснейших мыслей и планов. Этот человек прожил в стране Самых отвратительных громил и шарлатанов. В декабре в той стране снег до дьявола чист, И метели заводят веселые прялки. Был человек тот авантюрист, Но с самой высокой и лучшей марки. Был он изящный, к тому же поэт, Хоть с небольшой, но ухватистой силой. И какую-то женщину сорока с лишним лет Называл скверной девочкой и своей ее милую. Счастье, говорю, есть ловкость ума и рук. Все неловкие души за несчастных всегда известны. Это ничего, что много мук Приносят изломанные и лживые жесты. В грозы, в бури, в житейскую стынь, При тяжелых утратах и когда тебе грустно. Быть улыбчивым и простым. Самое высшее в мире искусство. Черный человек, ты не смеешь этого, Ведь ты не на службе живешь, водолазовый. Что мне до жизни скандального поэта? Пожалуйста, другим читай и рассказывай. Черный человек глядит на меня в упор, И глаза покрываются голубой ублевотой, Словно хочет сказать мне, что я шулик. И вот так бесстыдно и нагло обокравший кого-то.